друзья всем привет меня зовут татьяна вы на канале и губы филтинг и сегодня хочу показать вам зарисовки по созданию данного жакета и так он создавался в обратной раскладке о шаблоне на котором валялся данный жакет можете посмотреть в данном видео что такое обратная раскладка это то когда мы сначала раскладываем декор у меня это в данном случае пряжа она разложена горизонтальными и вертикальными линиями сейчас вы можете это видеть много есть достаточно уроков по работе с пряжей можете посмотреть эти видео на моем канале ссылку я оставлю в описании и так я разложила декор а далее уже раскладывала шерсть и так вдоль открытых срезов то есть это горловина я раскладываю пасмочки вдоль открытых срезов также раскладывают прядки вдоль рукавов то есть по краю моего рукава раскладывают прядки из пасмы вдоль поскольку наша шерсть садится по длине волокна аналогичным образом раскладываем второй рукав также пасмочки раскладываю вдоль плотность раскладки средняя поскольку жакет планируется достаточно теплый и также вдоль открытого среза по низу своего жакета я раскладываю из пасмы всего один ряд вдоль открытого среза то есть прядки шерсти расположены по длине открытого среза дальнейшая раскладка будет сделана при помощи заготовок то как создавать и как работать с готовками также есть мастер-класс на моем канале можете с ним ознакомиться я сделал заготовки достаточно тонкими и буду раскладывать с листов а4 свои шерстяные заготовки в два слоя то есть разложу один тоненький слой шерсти а потом разложу еще один слой поверх первого слоя для того чтобы раскладка была максимально равномерная и без каких-либо дыр на тех фрагментах где у меня не получилось разложить при помощи заготовок раскладываю облачками точно также как были распал разложены мои заготовки и далее раскладываю вновь второй слой шерсти итак когда моя раскладка закончена она выглядит следующим образом она достаточно тонкая равномерная раскладка кстати из шерсти карачайской породы овцы тайной 26 29 микрон далее я намочила свою шерсть мыльным раствором накрыла полиэтиленовой пленки и перевернула далее загнула припуски декора декор со спинки перегнула на полочки на рукавах также через верхнюю часть рукава сделала перегиб и вот так выглядит раскладка декора на передней части моего полотна далее я загнула припуски шерсти и разложила шерсть на переднюю часть своего будущего жакета вот так выглядит раскладка на ней также есть небольшие припуски шерсти которые я загну потом на спинку и состыкую свой войлок на внутреннюю часть я раскладывала обычную троицкую вискозу которую начисала на ческах очень подробно на этом вопросе останавливаться не буду поскольку сделаю отдельное видео о том как работать с троицкой вискозой и кардами или ручными щетками так и и и и и и и и и вискозу я раскладывала максимально равномерным слоем как на переднюю часть полотна потом я ее при жужжала виброшлифовальной машиной к шерсти перевернула свою раскладку загнула припуски и разложила вискозу на другой стороне своего изделия я всегда с недоверием относилась к обратной раскладке войлока но все же решила ее попробовать и у меня получилось много не самых приятных происшествий поэтому некоторые фрагменты я дополнительно пришивала шелковой ниточкой к основе шерсти некоторые нитки привалялись достаточно плохо и их я буду дорабатывать так на внутренней части рукава где у меня идет стыковка ниток я их аккуратненько пришивала ниточкой в цвет по всему своему рукавчику можете это посмотреть вот он такой шовчик скоро покажу в готовом виде как все выглядит в готовом варианте некоторые нитки привалялись достаточно плохо некоторые привалялись чуть хуже но не переживайте никакой паники моё изделие еще не дало никакой усадки и все еще можно исправить для этого я вновь намыливаю свое изделие хозяйственным кусковым мылом и теперь уже с лицевой стороны тщательно прижуживаю виброшлифовальной машине это действие я совершаю со всем своим изделием те ниточки которые совсем не привалялись ровненько располагая в том рисунке которыми необходимо приклеиваю их при помощи воды мыла воду беру максимально теплую чтобы она хорошо открыла чешуйки на шерсти и приваливание было более легким и виброшлифовальной машины с лицевой стороны тщательно прижуживаю весь свой декор теперь я уже это могу проконтролировать и проверить немножечко поковыряв это пальчиком после того как я прижужжала весь свой декор я валяла свое изделие в мешке это видео также есть на моем канале можете с ним ознакомиться очень удобный способ валяния далее я разрезала свое изделие между двух рядов ленточной пряжи я делала разрез уже когда мой жакет был полностью окончательно свален и ему нужно было только отформовать то есть выровнять какие-то линии и немножечко возможно выровнять края вот так выглядит разрезанный жакет и теперь мне нужно затереть и завалять и превратить в более круглые края моего войлочного жакета жакет полностью выполоском от мыла и высушен я сбрызгиваю край обычной чистой водой вы видите вискоз сразу впитала воду и борт потемнел я положила на стол и киевскую пупырчатую пленку и буду притирать о эти жесткие пупырышки свой край буду придавать ему ту форму которая мне необходима то есть вот этот вытянутый уголочек уваляю и затру резанный край и превращу его в кругленький как будто он валялся двумя отдельными полочками мыло я добавлять не буду только вода и пупырчатая и киевская пленка тщательно пальчиками прижимаем и притираю чтобы проверить ровность и вертикальность своего борта я беру обычную линейку единственное отличие что она достаточно длинная и проверяю ровность своего борта по этой линейке возможно где-то нужно немножко подтянуть где-то немножечко еще подвалять вот так выглядит затертый войлочный край еще частично я его подровняю под утюгом с паром но я думаю уже очень наглядно видно как отличаются два этих края нижний просто срезанный а верхний затертый если вас не устраивает результат можете его потерять о и киевскую пупырчатую пленку еще чтобы он стал еще более завален вот так выглядит мои полу готовое изделие останется мне всего лишь пробить петли и пришить пуговицы и уже скоро покажу вам готовое изделие вот такие планируются пуговички и вот такой планируется жакет не забывайте подписываться на канал ставьте лайки пишите комментарии был ли вам полезен сегодняшний урок